Всем привет! Сегодня у меня видео будет кулинарное. Я покажу вам, что я готовила всю эту неделю на семью. Семья моя состоит из четырех человек. Надеюсь, вам будет это интересно. И вы что-нибудь приготовите то, что я готовила. Сейчас я приготовлю картошку по-французски. Что для этого надо? Нужно мясо. У меня сейчас говядина. Но лучше всего для этого блюда брать свинину. Режьте как хотите, потоньше. Можете соломкой, кубиками, как вам будет удобнее. Картошку я взяла 8 штук. Там было 2 слоя картошки. Чтобы один слой было 4 картошки пошло. И на второй слой тоже 4 картошки. Я порезала вот такой вот соломкой. Нам еще понадобятся резанные шампиньоны. Можете тоже брать грибы, какие вы хотите. Можете лисички, шампиньоны свежие потом порезать. Это уже как вы любите. Так, понадобится нам перец, соль, лук. Лук я взяла немного. Я не люблю лука. И где есть возможность его не добавлять, я не добавляю. А где без него никак, я добавляю прям по минимуму. Но вы, если вы любите, берите побольше. Режьте полукольцами. Опять же, как вы любите. Так, майонез и сыр. Сыр тоже берете любой, какой у вас есть в холодильнике. Мясо я уже выложила в противень. В противень взяла, налила я масло посолнечное чуть-чуть. И высыпала мясо, распределила. Теперь мы его посолим. Поперчим. Мясо я высыпаю лук. И сверху мы заправляем майонезом. На майонез мы ложим картошку. Картошечку мы сейчас посолим. Солички сделайте так, знаете, и немного, и немало. Если будет недосолено, будет невкусно. А если пересолено, сами знаете, что такое пересол. Все, посолили. И теперь выкладываем мы сюда грибочки. Так, все грибочки мы выложили. И опять слой майонеза. Промазали мы майонезом и выкладываем оставшуюся картошку. Картошку уже вот эту мы солить не будем. И опять же промажем это майонезом. Майонез не надо прям много майонеза, нет. Прям совсем чуть-чуть, чтобы покрылись наши продукты. Духовочку я уже разогреваю. И обязательно, обязательно, когда мы уже сделали свою картошку, да, мы закрываем ее фольгой. Я извиняю за шум. Почему мы накрываем картошку нашу фольгой? А так получается, под фольгой оно все томится. И получается, собственно, в соку оно все жарится, варится. И получается, блюдо приготовится. Так, когда у нас уже приготовится наше блюдо, наша картошка с мясом, мы будем доставать, открывать фольгу и засыпать, засыпать сыром. И уже, когда сыр расплавится, там минут 10-15, да, все зависит от вашей духовки. Вот, и считайте, блюдо уже готово. Пока печется, выпекается у меня картошка по-французски в духовке, сейчас я сделаю печеночный пирог. Что же мне понадобится? Печенка куриная я уже сделала ее через мясорубку. Молоко, два яйца, соль, чеснок и майонез. В печенку я добавила соль, два яйца и пол-литра молока. И еще сейчас добавлять будем мы муку. Из этой смеси будем выпекать блины. И каждый блин будем промазывать. Вот, майонез буду смешивать с чесноком. А вы уже как любите. Хотите, можете и со сметаной, или с сыром фетой, как вы любите. Я люблю классику, это майонез и чесночок. Пока у меня стоит картошка по-французски в духовке, печется мой печеночный пирог, я еще сделаю нам салат мимоза. Что же нам для этого понадобится? Рис, вот такая вот у меня консерва скумбрия, майонез, две картошки, два вареных яйца и одна морковочка. Все это будем укладывать слоями. Сегодня я приготовила вот такие вот блюда. Эти блюда нам на два дня. Картошка по-французски, мимоза и печеночный пирог. Сегодня я приготовила суп с домашней курицы. Тут мелкая вермишелька и картошечка. И мы сделаем еще вот так вот зеленушечку. Куснота! Пожарила картошку. И вот такой у меня салат огурцы, помидоры, зелень и зеленый лучок. Сегодня я хочу приготовить пюре. Я уже поставила, порезала, почистила и все, она у меня уже варится. И вот хочу сделать я подливку. Долго думала, что мне сделать с куриными грудками. У меня всего было две куриные грудки, но для нашей семьи это маловато. Я решила сделать подливу. Но я не буду делать густую подливу. Я сейчас порежу лук-морковку, порежу кубиками грудку, все это в сковородку, соль, перец и залью томатом, разведенный с водичкой. И вот такое жиденькое, очень-очень, мне кажется, будет вкусно. Субтитры сделал DimaTorzok Подливка моя готовится, уже полуготовая. Я, если честно, не парюсь по поводу томатной пасты, я ее нигде не развожу, ни в какой отдельной емкости. Я беру ложечку, вот сюда добавляю. Так, и с чайником водичку. Смотрю уже по консистенции. Если надо мне пожиже, значит побольше водички. Будь здоровы! Так, сейчас перемешаю, посмотрю, что у нас получается. Эта водичка сама по себе потом растворится в этой подливке и будет очень-очень вкусно. Кстати, я уже посолила, поперчила. Картошечка моя варится. Будет просто бомба, будет просто вкусняшка. Мне кажется, воды уже хватит, она еще немножечко выкипит. Вот. И получится просто обалдеть! Вот такое у нас сегодня получилось блюдо. Пюре с куриной подливкой. И сделала вот такой я салатик. Сейчас я буду делать пирожки с картошкой и жареным луком. Здесь у меня молоко, сахар, дрожжи живые. Они у меня поднялись в теплом молоке и сахаре. Теперь я добавила яичко, соли, 2 столовые ложки с горкой сметаны. Сейчас добавлю муку. И будет моя хлебопечка замешивать, потому что я не умею замешивать тесто. Тесто мое поднялось для пирожков. Я вам сейчас покажу, как я делаю. После того, как у меня тесто мое поднялось, я уже не добавляю, сейчас, Катюнчик, не добавляю вообще ни грамма муки. Я наливаю масло, обычное подсолнечное масло. Распределяю по столу, где мое будет тесто и где будут заготовлены мои кусочки для моих пирожков. Сейчас я вытаскиваю свое тесто. Супер тесто. У меня Катюха просит тесто. Она обожает тесто. Она, как все маленькие дети, я тоже любила тесто. Когда была маленькая, всегда маму просила, мама, дай мне тесто. Вот такое вот красивое тесто у нас получилось. Сейчас я Катюхе дам кусочек теста. Держи. Вот, а мы что делаем? Руки мы вот так вот смазываем и погнали отрывать наши пирожочки. Скатываем их в клубочек и отставляем. Вот, и вот так делаем со всем тестом. Начинка у меня будет, как я уже сказала, картошка. Картофельное пюре с жареным луком. Хотела сделать с капустой, но пошла в магазин. Там не оказалось у нас капусты. Ни кислой, ни свежей. Никакой капусты не оказалось. Ну, поэтому у нас будут пирожки с картошкой. Давно их не делала. И думаю, дай-ка я сделаю. Дальше я беру вот кусочек теста. Я его сейчас поверну. Вот. И вот руки тоже в масле у меня. И я вот так вот тесто свое сделала кружочек. Добавила начинку. И вот так вот сложила. Сковородку я уже поставила на разогрев. На средний огонь, чтобы они у меня не сгорели. Чтобы хорошо они у меня прожарились. Тесто очень легкое, очень быстро все поднимается. А когда без муки и без скалки готовить пирожки, это одно удовольствие. Это лайфхак от моей сестры. Она мне подсказала. И я вот так все делаю пирожки. Теперь мне пирожки получаются с удовольствием. Не загружаюсь. Скалка, москалка, мука, не мука. И вот так вот опять. А, зайка? Кого хочешь? Кого хочешь? Все. И вот так начиночку опять сложили. И классный пирожок. Сегодня я приготовила вот такие вот спагетти. И сделала а-ля соус такой. Ну, лук, фарш, томатная паста, водичка. Ну, и получилось такое как бы по-флотски. И вот такие у меня замечательные пирожочки со сметанкой. Вот так. Все это аппетитно. И все это очень вкусно. Очень надеюсь, что вам мое видео понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень-очень приятно. Я с вами ненадолго прощаюсь. Мы увидимся с вами в следующем влоге. Всем говорю, до свидания.